Он служил офицером спецназа Генштаба Армии Обороны Израиля, выйдя на гражданку, заработал миллионы долларов в сфере высоких технологий, успел поработать главой канцелярии нынешнего премьер-министра Израиля Бениамин Анитаньягу, а на прошлых выборах возглавил партию «Еврейский дом» и привел ее к серьезному успеху. Сегодня по всем опросам партия «Еврейский дом» может получить до 15 мандатов и стать третьей по величине в Кнессете. Лидер партии, министр экономики Нафтали Беннетт, сегодня гость нашей программы. Добрый вечер, господин Беннетт. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Добрый вечер, господин Беннетко. Я хочу сделать вам комплимент, над акцентом немножко поработать, но в целом хорошо. Что вы хотели сказать этим роликом, до кого вы хотели достучаться? Этим роликом я хотел выразить свое уважение к русскоязычной общине Израиля, поскольку зачастую уроженцы страны не очень хорошо знают и понимают культуру, обычаи и традиции этой части населения, для которой Новый год, несомненно, самый яркий, самый веселый и самый семейный праздник в году. Хоть я сам лично его и не праздную, я считаю важным поздравить с этим праздником всех, кто его отмечает. А какую реакцию вы получили от русскоязычных израильтян? Мне кажется, реакция была просто потрясающей, особенно на салат оливье, который, как я убедился, является настоящим новогодним символом. Почему я это спрашиваю у вас? Есть такие, которые считают, что вы неправильно произнесли молитву в этом ролике. Нет, просто я прочитал благословение на еду уже после того, как попробовал этот салат, а, как известно, произносить такое благословение два раза подряд с упоминанием имени Всевышнего нельзя. Поэтому я считаю, что я все сделал правильно. А, хорошо, тогда почему ваш соратник по партии, министр по делам пожилых граждан Ури Орбах, сказал, что я не праздную Новый год и фактически дал понять, что те евреи, которые празднуют Новый год, таким образом переходят в христианство, что это, можно сказать, обида? Это была шутка. Как раз министр Ури Орбах очень многое сделал. Он провел закон о бывших узниках гетто, позволяющих большому количеству пожилых граждан получать компенсации из Германии общим объемом в один миллиард шекелей, выплата которых прекратилась в 1997 году. Во время одного из своих визитов в Германию он смог договориться с немецким правительством о том, о чем ранее никому не удавалось. Но вы с ним говорили об этом все-таки, наверное, это была какая-то, может быть, ошибка сделать такое заявление? Нет, я очень ценю и уважаю Ури Орбаха. Правда, его есть за что уважать. Ведь то, что он сделал в области заботы о пожилых израильских гражданах, можно назвать революцией. Он организовал для них различные программы, мероприятия, бесплатные посещения кинотеатров. Он посчитал важным приложить максимум усилий для помощи именно этой категории граждан, которой предстоит еще вполне активная и насыщенная событиями жизнь. Хорошо, Нафтали, вы человек религиозный, ваши соратники по партии в большинстве тоже религиозные люди, и тем не менее за вашу партию готовы голосовать многие светские русскоязычные израильтяне. Попытайтесь объяснить мне, в чем секрет вот такого успеха, я не знаю, насколько это можно назвать успехом. Это как раз то, что я говорил ранее о Салате и Оливье. Народ Израиля состоит из большого количества различных общин. И то, что мы все разные, это нормально. Когда я служил в армии, у нас были и русскоязычные, и друзы, и светские, и религиозные. Мы одна страна. И если мы умеем вместе воевать, то должны и в гражданской жизни научиться жить вместе и без каких-либо конфликтов. Я часто говорю, наша партия – это не партия для религиозных. Это партия, а точнее открытый дом для всех без исключения израильских граждан, которые хотят видеть нашу страну сильной, успешно побеждающей врагов, и в частности Хамас, страну, борющаяся с олигархами и крупными монополистами. А что вы сделаете, то, чего не делают другие? Я почему касаюсь вопросов религии государства? Вы – религиозная партия. Вы, например, с одной стороны декларируете о каких-то вещах, которые кажутся приятным слуху светским людям, с другой стороны, когда приходит время решать такие вопросы, вы идете и советуетесь с главными раввинами. То есть есть большой диссонанс между этими двумя вещами. Я попытаюсь объяснить. Любые политические решения в любой области, включая религию, принимаются исключительно на заседаниях фракций. При этом каждый имеет право советоваться с тем, с кем считает нужным. Я с удовольствием выслушаю мнения специалистов как в области армии и безопасности, так и в области взаимоотношений религии и государства. Даже если я консультируюсь с раввинами, все равно, поскольку мы являемся фракцией, все решения принимаются в Кнессете. Мы считаем, что должен быть достигнут своеобразный баланс между законами иудаизма и различными необходимыми для жизни наших граждан удобствами. Поэтому после десятков лет разговоров, только мне, будучи министром по делам религии, удалось провести закон, предусматривающий отмену обязательной регистрации брака в раввинатах по месту проживания. Теперь зарегистрировать брак можно в любом городе Израиля. Кроме того, вместе с Цепи Ливни мы предложили компромиссное решение признания Гиюра – перехода неевреев в иудаизм. Вы знаете, по поводу гражданских браков, некоторые партии, в том числе партия НДИ, считают, что вы забираете, так сказать, берете себе кредит. Это не ваша инициатива, вы только подписали. Как вы вообще реагируете на критику, особенно на правом фланге, где традиционно сильные позиции и у Ликуда, и у партии Наш Дом Израиля? Смотрите, факты остаются фактами. Пока я не пришел в Министерство по делам религии, этот законопроект не принимался к Нессетам на протяжении многих лет. И не только Гиюр, ни закона об отмене обязательной регистрации браков в равенатах по месту проживания, ни реформа в области Кашрута, ни закона о продлении летнего времени, ни один из этих законопроектов не был принят до моего прихода в Министерство. Конечно, не все я мог сделать в одиночку. Например, законопроект о продлении летнего времени состоялся во многом благодаря Гидону Саару. А вот партия Наш Дом Израиль, например, на протяжении долгого времени говорила о необходимости начала работы общественного транспорта по субботам. Но при этом дважды проголосовала против этого решения. Они много говорили также и о возможности заключения гражданских браков на территории Израиля. И снова проголосовали против. Я все-таки еще пытаюсь понять этот прагматизм. Так вы за транспорт по субботам? Я скажу так. Все вопросы, связанные с взаимоотношениями религии и государства, должны решаться путем всеобщего консенсуса. Существуют некоторые очень острые вопросы, которых лучше не касаться. Но большинство – вполне решаемые вещи. Кстати, вы упомянули о критике в наш адрес со стороны партии Наш Дом Израиль. Неожиданным образом они больше не выступают за установление границы между нами и палестинцами по шоссе номер 6. Проблема в том, что еще в январе этого года министр иностранных дел Виктор Либерман сказал, что согласно его предвыборной программе, граница между Израилем и палестинской автономией как раз будет проходить вдоль шоссе номер 6. Как это называется? Неужели мы хотим, чтобы сценарий развития событий в секторе Газа повторился в Иудее и Самарии? Вы думаете, граждане Израиля хотят ехать по дороге и видеть из окна своего автомобиля террористов? Я этого не понимаю. Мы не будем строить палестинское государство на территории Израиля. Собственно, вы сами подвели к вопросу о палестинском государстве. Нас смотрят не только в Израиль, нас смотрят в мире, за границей. Наверняка вы будете занимать ключевой пост в следующем правительстве. Вы, министр Нафтали Беннетт, каким вы видите разрешение Палестино-израильского конфликта? В окружении такого количества врагов, как, например, Исламское государство, Хамас и многих других, у Израиля есть только один выход – быть сильным. Чтобы все наши враги знали, что с Израилем лучше не связываться. А если нас атакуют, ответная реакция должна быть в два раза жестче. И ни в коем случае нельзя отдавать врагам наши земли. А ведь именно это предлагают сделать другие партии. Что же касается решения палестинского вопроса, скажу вам так. Я выступаю за то, чтобы у палестинцев была автономия, даже в расширенном виде. Но мы против палестинского суверенитета западнее реки Иордан. Иначе нас с вами здесь просто не будет. Кто-то задавался вопросом, почему из сектора Газа нас обстреливают ракетами, а территории Иудеи и Самарии нет. Потому что там находится армия обороны Израиля. Мощная, дееспособная армия. Вот залог спокойствия. И меня радует тот факт, что с каждым днем все большее количество граждан Израиля разделяет идеологическую платформу партии «Еврейский дом». То есть слово «мир» в вашем лексиконе не существует? Мир наступит только тогда, когда у арабов опустятся руки от отчаяния и неудачных попыток уничтожить еврейское государство. Может ли слово «мир» быть в моем лексиконе после того, что случилось в Париже? Как вы думаете, с чем борется сегодня Израиль? Мы боремся с фанатичным исламом, которому не нужен мир. Они хотят уничтожить государство Израиль. Стереть с лица земли Париж, Лондон, Мадрид. С ними нет и не может быть мира. В моем лексиконе есть другое слово – победа. Мы обязаны одержать победу, иначе они победят нас. Но вы же минувшим летом находились в одном кабинете с Нетаньягу. Вы, надо дать вам должное, позицию вашу не меняете, вы ее озвучили и летом, и на заседаниях кабинета. Вы сидели с премьер-министром, который не смог победить Хамас. И вы же поддерживаете этого премьер-министра на следующих выборах. Где проходит черта? Может быть, вы поменяли свои взгляды? Нет, я поддерживаю еврейский дом. Наша партия может стать правящей партией Израиля. Так что, пожалуйста, не путайте. Мы сильная партия. Я приведу вам пример. Во время операции «Несокрушимая скала», когда никто не мог предложить ничего конкретного, я уже 30 июня положил на стол главы правительства четкий план и добивался его реализации до тех пор, пока он не был принят к действию. К сожалению, армия обороны Израиля вступила в решающую фазу операции слишком поздно. Нужно было сделать это на три недели раньше. Когда нас атакует враг, наша реакция должна быть мощной и молниеносной. Нельзя безответно сидеть, сложа руки. Я всегда был сторонником резких и решительных действий. Я приведу вам еще один пример. Еврейский дом – единственная партия, проголосовавшая против освобождения палестинских террористов из тюрем Израиля. В партии «Наш дом – Израиль», между прочим, некоторые министры голосовали за. И только наша партия единогласно голосовала против данной инициативы и даже провела закон, запрещающий в будущем освобождение палестинских террористов из тюрем Израиля. Поймите, нельзя все время быть мягкими и пушистыми. Нельзя все время извиняться перед арабами за то, что мы, евреи, живем здесь. Во всем мире уважают только сильные и уверенные в себе страны. Когда вы говорите «слабые», вы имеете в виду не Таньягу, премьер-министра? Я не имел в виду какого-то конкретного человека. Я говорю о концепции, например, о таких политиках, как Бужи-Герцог и Ципи-Ливни. Они все время извиняются за то, что мы, евреи, пришли сюда и захватили арабские земли. А я говорю никаких извинений. Это наша земля. Это наша страна уже 3800 лет. Израиль – еврейское государство, и у нас нет другого. Я не собираюсь извиняться перед кем бы то ни было в мире или мямлить, оправдывая свое право на эту землю. Израиль должен быть сильным. А если нас атакуют, мы должны нанести мощный ответный удар. Такова моя позиция. Тем не менее, 18 марта создается новое правительство. По всем опросам, так кажется, по крайней мере сегодня, премьером остается Бенемини Таньягу. Вы вновь будете в его правительстве, вновь будете делать подобные заявления, и каковы ваши действия. Чтобы притворить в жизнь то, о чем мы с вами говорили, нашей партии необходимо получить на выборах в два раза больше мандатов. В нашем распоряжении было 12 из 120 мандатов, и нам многого удалось добиться. Я смог провести закон о референдуме против передачи еврейских территорий. Мы провели закон против освобождения палестинских террористов. Если бы этого не произошло, мы с вами видели бы сегодня террористов в наших супермаркетах. Это то, что нам удалось сделать с помощью 12 мандатов. Дайте мне 24 мандата, и я смогу сделать в два раза больше. И тогда наше правительство будет сильным и не будет зависеть от таких политиков, как Бужи Герцог и Цыпи Ливни. О чем вы договорились с премьер-министром Нетаньягу, что вроде бы согласно публикациям Ликут не будет атаковать вашу партию, а ваша партия не будет атаковать премьер-министра? Мы решили не атаковать друг друга в предвыборной гонке, насколько это возможно. Потому что в конечном итоге нам нужно создать сильный национальный блок. В противном случае Израиль вновь получит слабое и недееспособное правительство, как и в прошлый раз. Последнее, Анафтали. Вы были министром экономики год и 8 месяцев. Кем вы видите себя в следующем правительстве? Возможно, вы не все сделали, что бы хотели сделать в качестве министра экономики? Прежде всего хочу сказать, что мне удалось многое сделать на посту министра экономики. Цены на основные продукты впервые за долгое время снизились на 5%. Мы упростили импорт многих иностранных товаров в Израиль. Все знают меня как непримиримого врага любого рода монополий. Так, например, я разрушил монополию на поставку цемента и других товаров и услуг. В том числе и в сельскохозяйственном секторе. Компания Intel построила самый большой за всю историю государства Израиль завод. Объем инвестиций составил 22 миллиарда шекелей. Как все это было? До меня дошли слухи о том, что Intel собирается построить новый завод в Ирландии или США. В тот же день я отменил все свои дела, встретился с гендиректором Intel и убедил ее строить завод в Израиле. Это же тысячи новых рабочих мест. Что касается моего будущего, пусть народ Израиля решит, в какой должности я буду ему наиболее полезен. А я с уважением приму любое решение избирателей. Но вы решили? Я решил, что хочу занимать такой пост, на котором смогу оказать максимальное влияние в сфере внешней политики и экономики. Чтобы Израиль, наконец, перестал заикаться, мямлить и научился принимать непростые решения. Министр экономики Нафтали Беннетт, большое спасибо за участие в нашей программе. Спасибо вам.